Срочное включение, ребят! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данил, вы на канале X-Smile. Мы с вами продолжаем выживание, прохождение игрушки Arx of Ravel Woft. Если кто не видел стримы, можете заходить, смотреть. Там вот все ответы на ваши вопросы. Почему такой динозавр появился, там резко и так далее. Всё, я проходил на стримах. Сегодня, сейчас мне подвернулась такая удача, в принципе, средняя остатка на Десо... как он? Десмода, на Десмода. И сейчас я вам хочу показать и научить, как правильно приручать Десмода. Потому что я посмотрел разные видосы в интернете и там говорят и рассказывают не столь корректно. В общем, первым делом вам нужно построить вот такую ловушку возле пещеры. Пещера находится на координатах 90 на 77. Вот она, пещера эта. Значит, смотрите, в итоге я сам допирал. Я вчера убил целый день на то, чтобы как раз на стриме... На то, чтобы понять, как можно их нормально приручать и выводить и так далее. Собственно говоря, вам нужна ловушка. Обычно такая же вот ловушка, как на Грифона, маленькие. Вот, для того, чтобы птер ваш смог вылететь. Дальше. Вам нужна первым делом кровь. Кровь вы качаете с себя, без разницы. Вот, в себя желательно иметь кровь. Для начала вообще, в принципе, для того, чтобы вам там нужен Десмонт и так далее, какой-нибудь хороший, либо нехороший, без разницы. Вам вообще в лучшем случае, в лучшем случае взять любого Десмонта, абсолютно любого. Просто для того, чтобы вы хотя бы смогли нафармить кровь. Потому что они очень хорошо фармят пакетики крови. И Фиомио, либо любую другую живку, которую сможет поднять Десмонт. Паразавра он не сможет поднять, ребят, потому что в видосах был человек, советовал Паразавра. Здесь вы качаете, ну, накидываете кровь. Когда Десмонт берет Фиомио, он качает себе эффективность приручения. Эффективность приручения нужна для того, чтобы статка выше, ну, попалась, прокнула, так скажем, да. И ловушка, поэтому для этого и нужна здесь. Также вам желательно иметь Виверну с собой, потому что на Виверну они не агрятся. А также хорошую лангу или дробаш. Вот, одно из двух, чтобы оно шотало Десмона. Значит, дальше, вот пещера. Сюда вы ставите птера. Сюда вы ставите птера, просто чтобы он был, чтобы, если вдруг что. Дальше, что вы делаете? Смотрите, значит, самое главное, Десмонт же агрится на вас, поэтому это самое важное. У меня немножко свой способ. Заходим. Заходим в пещеру. Вот они, смотри, птенчики. Открываем просто, берем бинокль на Виверну, они также не агрятся. 54. Здесь какой левел? Максимальный 210. Играю на класс Реварзон, если кому интересно. Нет, здесь нам тоже это не подходит. Вообще, по идее, я их, скорее всего, за один укус сделаю. Но давай попозже. Давай попозже. Сначала истребим слабеньких, маленьких, чтобы они нам не мешались. Смотри, подходим аккуратненько. Также, кстати, вам нужно иметь либо супчики, либо какие-нибудь... Ну, я просто вкачал стойкость. У меня стойкость 111 и не парюсь. Вот. Потому что здесь очень жарко, имейте в виду. Так, дальше. Сзади еще. Обязательно проходите и осматривайте вот здесь, потому что они иногда сидят. Здесь их тоже нет. Так. Что мы делаем? Нам нужно кокнуть сейчас вот этих вот десмодов. Как мы их будем убивать? Смотрите нюанс. Если вы убиваете десмода с одним выстрелом, одним шоутом, одним ударом, без разницы, то другие не агрятся на вас. Это самый важный аспект. Соответственно, вот этих вот мы можем куснуть. Но я... Да, давайте куснем их. Просто куснем их. Отлично. Вот. Самое главное, сильную живку иметь с собой. Так. Дальше. Ищем следующего десмода. Так. Вот этот нам нужен. Вот эти двое, они нам не нужны. Сколько у кого чего по хп? У этого 30 хп в статке, у этого 33. Я боюсь, что они могут нас захерачить. У этого 22. Вот этого мы можем сейчас куснуть. Блин, проблема. Сейчас, видишь, они заагрелись на меня. Ну, на... Как минимум, на... Этого. Короче, тогда что мы делаем? Блин, я в них застрял. Это тоже проблема. Ну, смотри, короче, пока они на них заагрелись. Сейчас я просто слазю. Тихо-тихо, пассивку-пассивку давай я ему просвещу. Пусть... У него хп 50 тысяч, ничего страшного. Если они так же заагрелись, просто берете винтовку. И стреляете. А еще лучше просто присвистываете его к себе. Смотрите. Просто присвистываете и убегаете. Все, он уже тут как тут. И идем на улицу. Давайте так попробуем. Сейчас мы просто импровизируем. Они могут переагриться на птера в данном случае. Нам это не нужно. А с другой стороны, нам это нужно. Давай, знаешь, что попробуем с тобой сделать? Давай попробуем их сейчас с тобой переагрить на птера. То есть, пока они летают, попробуем сейчас отстрелить одного из-за десмондов. Ну, так ты не попадешь, конечно, но... Все же, можно попробовать так. Минус 165-ый на одного меньше. Эти в нем застряли, видишь? Давай посмотрим, какой из них какой. Так, 180-ый и 189-ый. Они, в принципе... Опа! Ты какой? Летит, летит. Непонятно, какой уровень. Не вижу. Но он улетел. Давай-ка мы пока что к нему сходим. Он нам может сделать небольшие проблемы. Не все так гладко, как многие, вот знаешь, делают. Я все одним дублем снимаю. И показываю. Так, это выход с пещеры. Сейчас они перереспавнятся, и вообще все будет плохо. Вон они, смотри, они уже сидят. Они уже сидят, видишь? Дальше, что мы делаем? Мы берем дротики. Ребят, прошу прощения, забыл вам сказать про дротики. Они отагрились, видишь? Вот нам нужен 189-ый, вот этот. Все, мы просто садимся на птера. Он на нас заагрился, просто сам заагрился. Мы просто летим сюда, вылетаем с пещеры. И залетаем сюда. Он летит за нами. Залетаем сюда, есть. Отлично. Дальше. Он схватил фиомию. Мы закрываем двери. Фу-ты, ребят, гамма вообще, честно говоря, очень темно. Но не суть. Так, этот какой? Давай посмотрим. Он что-то здесь летает? 180-ая самочка. Что у нее по статкам? А, это навес, которая. Давай мы ее тоже заберем. Ну, просто убьем, имеется в виду, чтобы она не летала. Ух ты ж. Она меня тащит в лаву. Вот это опасно. Ну, ладно, ничего страшного. Так, раз, два. Три. Отлично. 180-ая самка померла. Давайте я просто пропишу сейчас гамма-4, чтобы было посветлее. Значит, смотрите. У нас имеется десмонд. 189-го уровня. Самец как раз-таки мне нужен для моей самочки с уроном в 34 и вес 36. Это неплохие статки. Вот. Теперь, как наблюдать за эффективностью? Нажимаете, заходите вот сюда. Нажимаете сюда. Вот эффективность 59%. Все. И вот так вот наблюдаете. Дальше. Пока у нас птерчик здесь. Пускай он здесь и стоит, охраняет. Мы быстренько сходим за нашим карха и посмотрим, как у него дела. У него 50 тысяч хп, я за него не переживаю. Ребят, если вы собираетесь идти, лучше качайте хп. Ну, сами понимаете, сами видите. Пойдем-ка я тебе сейчас покажу, что у нас здесь происходит. У нас, видишь, отлагало. Это ушла. Все, он так и летает до сих пор. Все, пусть летает. В Фиоми есть кровь. Пусть он ее просто и сосет. Параллельно мы будем с вами бегать. Ну, может быть, я вырежу и это, я не знаю. Параллельно бегать мы будем с вами смотреть по левелам Десмонда. Вот, а еще бы мне костерчик бы сделать небольшой. Видишь? Но при этом он все равно летает возле Фиоми. Поэтому, что мы делаем? Мы берем все в свои руки. Нам нужно загнать его обратно в ловушку. Он почему-то забагался. Я не знаю, почему он так может забагаться. Но он потащил Фиоми. Так. Хорошо, он ее не убьет. У Фиоми седло топовое. Кстати, вы должны еще на Фиоми, да, ему качать хп и ставить седло. Ладно, короче, значит, что мы делаем? Вот он наш Десмон. Мы идем к нему. Он агрится на нас. Да? Агрится, говорю, на нас. Он заагрится на меня, нет? Давай, знаешь, как мы с тобой сделаем? Смотри, встанем сюда на камушек. Да, он заагрился на нас, блин. Ну все, он с меня сейчас сосет кровь. Тер за мной. Свести, свести, свести. Есть. Так, ну он приручается, но мне не нужен именно такой. Тер быстрее. Что будет быстрее? Тер или Десмон? Все, Десмон за нами. Десмон за нами летит, смотри. Мы снова его тащим вниз. Снова загоняем в ловушку. Одному это тяжеловато делать, лучше иметь сатрайба. Так будет гораздо лучше, быстрее. Закрываем ворота. Я не знаю, каким образом он вылетел. До этого они вообще не вылетали. Так, я хочу есть, еды у меня нет. Давай кровью выпьем пока что. Так, главное, чтобы он не вылетел. Делайте, старайтесь делать побольше. Именно этих. Потоньше. Забор. Воротин. Да. Так, здесь. Возможно, он просто из-за Фиоми как-то забагался каким-то образом. Как можно сюда Фиоми безопасно поставить? Смотри, обходишь. И включишь ей. За мной. Все, смотри, она сейчас будет проходить и зайдет сюда. Все, отлично. Так, тебе приземлиться. Ну и все, вот так вот, ребята, и на Десмода мы охотимся. Получается, у него уже эффективность приручения 62. Так, у Десмода эффективность приручения 100%. Плюс 94 уровня. Маловатенько, конечно, но да ладно. Желательно бы, конечно, плюс 100 уровня, но это нужен максимальный. Дальше мы выгоняем Фиомио. Отключаем, чтобы, да, нам табличка не мешала, табличку. И заходим сами к нему. Также у нас должна быть, обязательно должна быть кровь. Он нас может побить. Это не пугаемся, это не страшно. Просто ждем. Вот он у нас схватил. Видишь, забагались, мы немножко подальше тэпнулись. Вот. Самое главное посмотреть эффективность приручения. Потому что если она упала, а она сейчас упала, мы снова подходим и берем, тащим сюда Фиомио. Видишь, он меня взял, он должен был приручиться, но он грохнулся. Грохнулся. Соответственно, мы берем, зовем сюда Фиомио. Ну и все. Пусть она его сейчас... И мочканет. Почему Фиомио? Ребят, Фиомио довольно-таки жирное в этом плане. Давай, давай, стоять. Отлично. Почему вот Фиомио? На Фиомио седло хорошее. И она довольно-таки жирное в этом плане. Вы просто ее приручаете, качаете ей ХП, откармливаете и все. Дело в шляпе. Так, вот видишь, эффективность приручилась довольно-таки быстро. Садимся, утаскиваем ее. И встаем сами. Говорим ей в голосовой чат, хватай меня полностью. Бери меня. Ломай меня полностью. Давай. Она не хочет слушаться. Но давай ей под лапки встанем. Вот, отлично. Встаем просто под лапки. И, пожалуйста, сейчас она у нас высосет кровь. Если у вас не будет пакетика в крови, то, к сожалению, она будет сосать вас. Как бы это странно ни звучало. Короче, в чем прикол? Дальше. Значит, чекаем статки. Прокнула ли в урон? Урон 49. Это просто охренительно. Прокнул самец в урон. Это просто отлично. Вот такой Desmond у нас получился. Вот такой Desmond мне нужен. Ребят, вот так вот получилось. На этом видосик будет заканчиваться. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Прожимайте лайкосик. Залетайте на стримчике. Ссылки на разные плейлисты в описании. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok